LG D505, другое название его Optimus F6. Сегодня у нас будем менять тачскрин. Натрица целая, стекло разбито, экран целый. Выключаем телефон. Снимаем крышку, батарею. Множество болтов здесь у нас на задней панели. Ставлю на паузу, пока раскручиваю. И так я раскрутил вроде все болты. Снимаем заднюю панель. Сравнительно новая модель Optimus F6 по-моему 2013 года. Цена по Европе ее составляет около 150 евро, что-то там. Двухъядерный процессор стоит, работает на андроиде. Достаточно емкая батарея. Итак, давайте проверим новый тач. Соединяем разъем разбитого стекла. Новое стекло мы заказали. Вот так вот выглядит. Давайте его проверим сначала перед установкой. Включаем телефон, грузимся. Вот мы загрузились. Реакция пошла. Вроде все работает. Низ, вверх. Достаточно качественные модуля и отдельно запчасти на LG идут стекла, экраны. Очень редко бывает, что что-то не работает именно на LG моделях. Итак, снимаем плату, отстегиваем разъем, антенный кабель, камера. Еще один разъем кабеля. Аккуратно отстегивайте, они очень хрупкие, могут оторваться запросто. Снимаем верхний динамик. Камеру можно снимать. Включаем фен, греем стекло. Порядка 300-350 градусов. Я выставляю. Нагрели достаточно. Давайте начнем снимать снизу. Обратите внимание, здесь у нас разъем шлейфа. Это значит, что здесь у нас вывод пошел. Скорее всего, подсветка стоит. То есть под стеклом у нас находится шлейф. Будьте предельно аккуратны, когда снимаете. Давайте снимем резинку. Резинку датчика сближения, чтобы она не мешала. Вытащили тач. Новый тачскрин у нас не проклеенный без липкой ленты. Поэтому нам нужно будет или его проклеить, или сохранить старый скотч. В принципе, он у нас нормальный. Продолжение следует. то осталось нужно будет его очистить снимаем битое стекло старый скотч удаляем пыль и грязь давайте добавим двустороннего скотча там где его не хватает пыль и грязь пыль 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 это было это был оптимус f6 ядов подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы всем удачного дня до свидания